Окружная организация профсоюза работников здравоохранения России и Ненецкое региональное отделение Ассоциации юристов России подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках подписанного документа медики, члены регионального профсоюза, в оперативном порядке смогут получать необходимую правовую помощь на месте. До этого за юрпомощью они обращались в Архангельскую область, что доставляло массу неудобств. Мария Даник продолжит тему. Переговоры о подписании данного соглашения сторонами велись с сентября прошлого года. Сегодня затянувшийся процесс обсуждения с решением различных организационных моментов завершён. У нас есть свой правовой инспектор, который служит, но, к сожалению, в Архангельске это очень сложно. Иногда бывает трудно дозвониться, иначе человек очень занят, потому что она одна на всю область. Поэтому очень сложно получить консультацию со временем. Бывают такие вопросы, которые не терпят отлагательства, и очень актуально, что есть такая возможность у нас теперь получить консультацию и помощь на месте, прямо в городе. Основная цель профсоюза – защита индивидуальных и коллективных прав работников. Вопросы, когда необходима правовая помощь специалистов, возникают часто, отмечает председатель первичного профсоюза Ненецкой окружной больницы Александр Ковязин. В этой связи подписанное соглашение позволит в оперативном порядке снимать спорные моменты, а также наладить взаимовыгодное сотрудничество. Здесь, в данном случае, мы получаем мощную, хорошую поддержку, и в том числе со стороны профсоюзных работников, членов профсоюза, в рамках своей компетенции будем оказывать помощь также и Ассоциации юристов России, Ненецкому оригинальному отделению. Сотрудничество, которое предполагается в рамках подписанного соглашения, будет полезно в целом для юридического сообщества, так как отвечает сразу нескольким направлениям деятельности Ассоциации. Думаю, что это сотрудничество будет очень полезно в целом для юридического сообщества, поскольку одной из целей деятельности Ассоциации юристов является как раз участие юристов в социальных, гуманитарных проектах, программах. Кроме того, оказание бесплатной юридической помощи гражданам, которая в данном случае будет выражаться, оказание помощи в защите трудовых прав работников здравоохранения, членов профсоюза, ну и, конечно же, правовое просвещение. В свою очередь, подчеркнула Ольга Питонина, членом Ассоциации юристов, работа с окружной организацией профсоюза работников здравоохранения России поможет повысить навыки и совершенствовать правовые знания в области трудового законодательства.